Фокс Звездный Николаевки Ульяновской области принимает ведущих тренеров и спортсменов региона, представителей дзюдо, волейбола и футбола. Мастер-класс в рамках проекта Олимпийского совета «Олимпийский патруль» окрашен в желто-черные цвета ульяновской «Волги», лидера чемпионата России во втором футбольном дивизионе. В полчаса наставники школы имени легендарного Николая Петровича Старостина пытается уместить упражнения на дриблинг, удары поворотом и матч по мини-футболу. Мне очень понравилось упражнение с конусами. Я узнал много нового и научился обыгрывать игроков другим способом. Непривычно для меня. Моя мечта – попасть в команду «Волга». Я думаю, что сегодня они придут домой, расскажут родителям и так далее. И где-то в глубине их души любовь к нашему клубу, любовь к нашим цветам и любовь именно к футболу возрастет, может быть, в раз, может, в два. Но это будет. Футболисты, волейболисты и легкоатлеты. Николаевский район – заметная точка на спортивной карте Ульяновской области. Отсюда вышли чемпионы и рекордсмены России. Но пока нет олимпийских чемпионов. Именно поэтому в район и пожаловала акция «Олимпийский патруль». Ее главная цель – найти в глубинке одаренных спортсменов и дать им лучшее спортивное образование у лучших педагогов-тренеров в лучших учебных заведениях области. Идея-то, она хорошая, но она, чтобы не стояла на месте. И если это будет воплощаться в жизнь, значит, у нас будет движение вперед и появятся олимпийские чемпионы. Мы живем в такой местности, что лес, вода, природные условия. Достичь, конечно, можно высокий результат. Николаевский район – десятый из 23 районов области, куда добралась акция «Олимпийский патруль». Она стартовала в начале нынешнего года и, по задумке организаторов, продлится до конца 2022-го. Именно тогда, говорят авторы проекта, и можно будет понять, насколько полезна эта инициатива общественников. Мы видим только один, но очень приятный дивиденд. Это горящие глаза ребят, которые видят, как мастера показывают свое искусство, проводят мастер-классы. И я думаю, что это очень полезно. Трехсоронние соглашения между Минспорта, олимпиониками и сельчанами – одна из самых важных процедур официальной части акции. Главнее только передача флага Олимпийского совета представителям Павловского района. Через пару недель именно там должен открыться очередной районный Олимпийский совет. Михаил Сашанский, Новости Улправда ТВ.